Мотоцикл Дмитрий Климанов занимается стандрайдингом уже три года. Он участник Ковминводской команды, единственной на Северном Кавказе. С мотоцикла молодой человек на ты водил отечественные байки и зарубежные. В итоге с дорог ушел на закрытые площадки и выбрал спорт. По дорогам много машин, нужна скорость. Встаньте, скорости нет, смертности гораздо меньше, чем на обычном байке, если лететь 200 и упереться в машину. А на стоянке ты занимаешься собой постоянно, чтобы новое учишь. И скорость не такая большая, и ты от падения просто встал дальше и поехал. Юрий Евсетин встаньте новичок, хотя за плечами большой мотоопыт. Годы мототуризма, эндуро, шоссе на кольцевых гонок и даже судейский статус. Стандрайдинг – один из видов мотоспорта, который повышает навыки вождения мотоциклов. Конечно, это уже более трюкачество. Это фан, это развлечение, адреналин. Но лично для меня это интерес владеть мотоциклом в высшей его степени, понять, как можно использовать эту технику на все 100%. Ставропольская команда по стандрайдингу – частый гость различных мероприятий, причем не только связанных с мото-движением. В качестве наставника же Дмитрий выступает впервые. Юр, почему взялся учить? У вас конкуренция у себя растет? Парень сам хочет, занимается, не знаю. У меня не важно, конкуренция. Встаньте просто разные стили есть. Один так катает, как полусонная муха, другой заряженный на скорости летает, третий трюки получше делает. Станд – это станд, но стили разные. Стандрайдинг – это весьма популярное направление в мотоспорте. Правда, тех, кто им занимается, на всю страну с десяток, потому что это действительно очень сложно. Нужно не только быть физически сильным, выносливым, но и иметь железную волю, чувствовать баланс. Стандрайдинг, безусловно, одно из самых зрелищных направлений в мотоспорте. Конечно, достаточно опасное. Поэтому вопросы безопасности выходят для пилотов на первый план. Никто не выйдет на площадку без специальной мотоэкипировки. Это обязательно шлем и другая защита, которая есть у водителей. И для всех, кто смотрит этот сюжет, один здравый совет. Не пытайтесь повторить эти трюки самостоятельно. Они выполнены профессионалами. Несколько часов почти без остановок спортсмены оттачивали мастерство. У каждого из них свои планы на этот сезон. Дмитрий собирается на соревнования в Москву. Юрий хочет довести до совершенства то, чему уже успел научиться. А значит, впереди еще много тренировок. В том числе совместных. Кира Рогожина, Родин Кощиенко, Ставропольское телевидение.